Здравствуйте! В эфире Город С. Татьяна Дмитриева. Продолжаем говорить о значении выборов депутатов в районные советы, которые состоятся 13 сентября. О том, какие полномочия получит районная администрация, что изменит большее число депутатов и почему людям выгодно быть активными, обсудим с почетным гражданином Самарской области Максимом Аводенко. Здравствуйте, Максим Борисович! Здравствуйте! Мы очень рады вас видеть! Здравствуйте, все самарчане! Максим Борисович, чем вы сегодня занимаетесь? Общественная нагрузка есть у вас? Общественная? Именно производственная? Нет сейчас. Хотя я, конечно, бываю и на заводе, и в курсе дела всех, но влияние мое там маленькое, а вот общественная работа, она у меня значительное время занимает, и я этим очень удовлетворен, потому что иначе я себе бы не знаю, что бы я делал, если бы не общественная работа. Да. Привыкли вы трудиться всю жизнь, и уже без работы, без труда, без нагрузки не можете. Невозможно. Хотя я, конечно, занимаюсь садом, там, огородом и всякими делами, но это другое совсем дело, да. Я его люблю с детства и занимаюсь, а вот работа – это самое главное для человека, и поэтому то, что вот мне представили возможность заниматься общественной работой, да, и я дорожу, и сколько будет сил, здоровья буду этим заниматься. Вот вы сегодня встречаетесь с людьми, наверное, да? Да, безусловно. И по поводу выборов разговариваете. Вот как люди реагируют на то, что предстоят вот такие выборы в районные советы? Вот доходит ли сегодня до людей информация о том, что это очень важно, что это новое в нашей жизни, что это реформа? Как они относятся? Или есть все-таки какое-то непонимание? Есть по-разному, да. Я не хочу там говорить, что все окей, да. Есть понимание разное, да. Есть люди, которые дорожат этим, считают, что это нужно, да. Особенно вот той агитация, которая сейчас проводится повсеместно, начиная от губернатора и города, и районов, и везде, да. Но есть и непонимание, а что хотят. Вроде было, были районы, были городские, и это, что вот этого хотят, не очень люди все понимают. И, может, это не очень ясно для простого человека, да, что на самом деле хотят. А хотят, ну, если коротко сказать, хотят, чтобы власть была приближена к народу, и чтобы власть избиралась с народом. Чтобы не просто, значит, она создавалась, да, как у нас до этого были, часто туда проходили люди во власть, которые, ну, свои личные цели преследовали какие-то. А надо, чтобы они работали на людей, на народ, да, и дорожили, и считали, что это главное их в жизни. Вот таких людей много, которые хотят для людей работать, да, и это. Ну, их постепенно, вот, те прошедшие года, их как-то оттекли от этого дела, и они, значит, в стороне сейчас находятся. И порой занимаются не делом уже, а критикуют, что это так, это не так. А энергию надо куда-то девать. Энергию надо девать. Особенно, конечно, и молодым людям, которые бы начинали, которые бы учились на этом деле, да, а их вот тоже вообще во власти очень мало, и, по сути дела, никого нет. А здесь шансы есть. Молодой человек уже может в районный совет кандидатам в депутаты пройдет, и дальше начнет школу вот эту. И из него может вырасти и большой руководитель, и человек, который много пользы принесет людям. И именно он для этого создан, ну, как говорят, Бог создал один врач, один, значит, учитель, один культурной работой там занимается артист. А самое главное – это производственники, это производство и сельское хозяйство, которое кормят, да. А они вообще, эти люди сейчас в стороне от власти, да, и как бы отделились в свое время. Заводы начали заниматься там заводскими делами только, и остальное ни район не касается, ни территории, ни канализации, ничего, да. Что в районе, где люди живут. А раньше это было все связано с заводом. А раньше вот завод с районом был именно связан, или все-таки с городом? Нет, завод был связан с территорией, прилегающей к заводу, да. И, скажем, район был, район, да, вот в нашем, значит, районе было три основных завода. Да, это, значит, прогресс, авиационный и металлургический, основных. Там были и шоколадка, и все, многое, и других предприятий. Внутри было вот основных заводов. И они, территория была, тоже была территория, которая, авиационного завода, где они строили жилье, там, объекты соцкульпыта, садики, школы, и все на свете, да. Это была территория прогресса и металлургического. Она так и называлась, вот, металлург называлась, да, район металлург. И все, что было вокруг завода, было связано с заводом. Поэтому заводу важно было и канализация, и садики, и школы, и дороги, и, значит, все коммуникации, и стадион, и спорт, и бассейн, все, и парк, и где людям отдыхать, и где зимой там и елку справлять, и дворец. Все заводу нужно было. И завод занимался этим, да, и результаты были, конечно, люди, вот, к сожалению, у нас до того это дошло, что люди сегодня вот приходят в поликлинику, да, и им там что-нибудь говорят, на, там, эта операция платная или что, они говорят, да как, это наше, мы создали эту поликлинику, построили свое время, вдруг, когда я пожилым стал, уже она не моя. Поэтому вот этот недостаток, что потеряна связь между организатором основным, каким должен являться завод, а сейчас это является власть. Власти передали все, как во всем мире вообще. Эти заводы мало занимаются соцскольбитом и всем, да, но зато там власти годами накоплен громадный опыт, и они все проблемы людей вынуждены и стараются решать все, что нужно для человека, для жизни. А вот вы не боитесь, что сейчас вот эти новые районы администрации получат и власти, и финансы, а справиться с этим не смогут, потому что это все-таки новый опыт. С того опыта уже много времени прошло. Вот как ошибок избежать, что нужно и депутатам знать, и главе района, вот на что ориентироваться? Потому что вот вы предприятия назвали, а сейчас же предприятий-то меньше уже как-то. Бизнес там, с ними-то, наверное, не так уж посотрудничаешь. Или есть все-таки ходы? Нет, я считаю, что предприятия от этого не должны отказываться, должны участвовать. И, во-первых, они и предприятия, и все другие организации, они должны постараться подобрать людей в депутаты, которые бы умели заботиться о людях, да, и выполнять работы. Им это было по душе, понимаете? И он бы не жалел ни времени, ни сил своих, а старался это делать так, чтобы потом, в конце концов, он стал, или нужный очень, что люди о нем хорошо отзываются, да, или что он вырос как человек, вырос, стал расти по этой специальности, и стал, может, депутатом и города, потом и области, и уже для всей нашей Самарской области приносить пользу. И такие люди есть. И это люди должны быть из рабочих, из врачей, из санитарок, из спортивных. Это люди не какие-то, значит, откуда-то взявшиеся, которые сегодня есть, а их таланты скрыты, да. Вот самое главное – найти этих людей и поверить в них, подобрать, да. И в этом заключаются вот предстоящие выборы. И можно это сделать только, опять же, с помощью людей. И люди должны явиться на выборы, прийти. И свое мнение, я не говорю, за кого голосовать, там, пусть они, агитаторы, их агитируют, они сами думают, за кого, но они должны прийти, понимаете, должно быть единство, что все понимают, что эти люди, в конце концов, принесут громадную пользу им же, им же, этим избирателям, которые сегодня избирают. А для этого надо участвовать в выборах. Вот первое такое большое, что я обращаюсь ко всем самарцам, да, вот, что вы не пожалеете своего времени, этот день, да, и придите на выборы, ну, изучите, кто там депутаты по вашему району будут, проголосуйте, за кого вы хотите. Но это одно из важнейших дел, которое надо 13-го числа сделать. Если мы опять не сделаем, потом опять будем критиковать неизвестно кого, да. А вот, ну, в этом целом и правительство, по сути дела, государство, и Путин дал поручение Самарской области и губернатору провести первый. Все чувствуют этот недостаток во всей стране, что власть далека от людей, да. И наш губернатор, конечно, и взялся за это дело, и мы все к нему с уважением относимся. И он действительно такой человек труда и поиска. Он ищет, как сделать лучше. И вот в этом он считает, что надо, чтобы большинство людей, может численность значительно увеличить депутатов этих, да, чтобы занимались, сами люди и занимались, и выдвигали проблемы, и решали их, да. Но для этого должно быть обеспечено финансирование. А если мы будем заниматься, финансирование, вот некоторые говорят, что сейчас вот пока мало денег выделяют, да. Конечно, сначала кто выделит много. А когда увидят, что они работают, увидят дела, да, значит, появятся и деньги. Это во всяком производстве везде так. Никогда не говорят, нате вам там миллиард, и вы делайте, что хотите. Дают какие-то небольшие деньги и говорят, вот сделайте то-то. А когда сделаешь, и сделаешь хорошо, значит, деньги еще, и зарплата у людей растет, и все. Так и в этом деле, да. Обязательно должны люди быть заинтересованные. И люди, желающие работать. И губернатор эту политику проводит, и мы его на выборах показали, как мы к нему относимся. Мы сегодня должны показать. Вот партий у нас много. Сегодня надо всем партиям объединиться, чтобы решить это. Что тут спорить? Сделали то или не сделано, не важно, что не сделано, да. Важно, что хотим сделать. И для этого меняем систему власти. И люди должны, конечно, на это среагировать. И партии должны агитировать в одно место, что надо провести выборы, а не спорить, что вот это доказывать, вот это плохо, поэтому голосуйте там за наших кандидатов. Надо, чтобы пришли и проголосовали. Все показали явкой свои отношения к тому, что власть передается ближе к людям. И результативность будет в конечном счете обязательно. Вот, понятно, обеспокоенность за то, что вот явка будет невысокой, что в последнее время наблюдается. А вот раньше же ходили очень много людей на выборы, как на праздник. Ну, со стороны, вот что можно с того времени перенять, как можно людей поощрять, может стимулировать, для того, чтобы люди не по приказу вот как-то ходили, а как вот, что можно оттуда перенять, чтобы вот повысилась явка все-таки тоже. Много у меня в этом, ну, жизненной памяти, да. Вот после войны, когда были первые выборы, ну, и мы там в поселке жили, да, это вообще был праздник. Там явка была, во-первых, 100%, да, во-вторых, там в тот момент, конечно, было все, нехватки кругом, недостатки, да, и были и чаепития организованы, и было организовано, значит, потом после голосования для всех, кто участвовал, организовывал это дело, и праздники, и танцы, и все. Люди, по сути дела, всю ночь после выборов отдыхали. Много народу, поселки мало, и дети там толпились, и все. Это и был праздник для людей, выборы. Да, отношения как к празднику, отношения. Потому что выбрали власть, да, которая должна работать над тем, чтобы постоянно жизнь улучшалась. И так было все годы потом, да, я вот даже не слыхал, что вы заботились о явке, да, сюда явку объявляли там 99-98%. Явка всегда очень высокая была, да, и вера, люди верили во власть. Вот. Понимаете? Вот, наверное, что было утеряно, почему люди-то перестали. Наверное, вот был момент, когда люди перестали в власти верить. Потому что выбираем, а потом и не вспомним, как завод, где уходит. Кто-то уходит, меняется. И вот это, конечно, вот это сейчас хотят и восстановить, вот этим приближением, да. Потому что сейчас за большими делами теряются маленькие дела, и все там, чтобы центр решал все проблемы, которые в районе возникают. Это невозможно, конечно. Их даже, там вот писем сейчас, говорит, губернатору, тысячами идут. Ну, разве это кто-то уследит за этим делом? Надо же людям тоже это понимать. И надо обязательно, я снова вернусь к этому, явиться и проголосовать, чтобы появилась эта власть. Поверить в это, так? Потому что это новое. А бояться нового не нужно. Это самое главное. Вот когда люди боятся нового, и против него еще не попробовали уже, против этого или не является, или это самое плохое. Поверьте, товарищи. И я вот хоть и пожилой, но я очень надеюсь, что новая власть, да, которая, если мы ее правильно выберем, она сдвинет бытовые, жизненные вопросы очень сильно. А на сегодня, я не хочу перечислять, в области делается очень-очень много. Начиная там от дорог, и от благоустройства, и дворов, и все на свете, да? Вот. Может, на все сил не хватает, но делается, намечается, и охватывается, и за этим губернатор старается следить, да, и проблемы, которые сегодня, а их немало, решать. Мы верим ему, должны верить и вот ситуации, что необходимо вот эти выборы провести на должном уровне. Да, но то, что сегодня уже все делается, как бы вот активизировались люди, и во дворах такие какие-то ремонты, это есть. И давайте сейчас посмотрим сюжет, Максим Борисович, с вами, с телезрителями, а потом продолжим разговор. Облупленный фасад, да еще и в некрасивых надписях, теперь в прошлом. Дом 102-Б по улице Галактионовская постепенно приобретает новый облик. Работы идут почти круглосуточно. Зданию больше 80 лет. Жители припоминают, последний ремонт здесь был в далеком 68-м году. Мы пытались своими силами каким-то образом там замазать, закрасить где-то плакатик какой-то, но нам это не удавалось. А сейчас мы думаем, что все будет замечательно. Нам нравится, как работают ребята, слаженно, дружно, интенсивно, и, в общем-то, мы хотим его увидеть, свой дом красивым. На работы выделено больше 3 миллионов рублей. Ремонт жители получили в подарок за активную гражданскую позицию. В Самаре в эту программу попали еще 200 объектов, дома, более 80% жителей которых пришли на выборы в сентябре 2014 года. С идеей поощрить их вышли управляющие компании региона и нашли поддержку властей. Средства выделены из областной и городской казны. Согласно программе, можно привести в порядок фасад, подъезд или двор. В районе 84 дома у нас таких насчитывается. И я думаю, все дома до конца года должны получить капитальный ремонт. Поощрять активную гражданскую позицию продолжат и дальше. После выборов в районные советы программа может пополниться новыми объектами. Вот получается, что быть активными с гражданской такой настойчивостью, позицию выгодно. Вот проголосовали, да, вот пожалуйста, видят, что люди болеют за власть, за то, чтобы было лучше, и получают что-то в ответ. А вот как еще сегодня можно проявить свою гражданскую активность вот людям? Как вот участвовать во всем этом? Потому что тут у нас такое сейчас, вот мы все вот уж раньше говорили, что все за железными дверями, никого даже на собрании вот в доме в большом не соберешь. И оттого и решений-то каких-то принять не могут. Вот как все это поправить? Ну, я думаю, это уже началось. Вот сейчас сюжет показали, да, и до этого показывают сюжеты разные, как по дворах. Собираются люди и показывают, что сделано за это время, а что не сделано. И руководители города, и городской власти, и думы, да, участвуют в этом, присутствуют, и заслушивают, и намечают мероприятия, и выделяют соответствующие средства, чтобы проблемы, которые люди подняли, чтобы они решались. И во многих местах видно, что действительно изменилось положение во дворах, там это. Правда, сегодня на все очень громадные машины оказывают, что у нас эти проблемы, она, конечно, никогда никто не думал, что столько машин будет, как сейчас, но тоже эта проблема начинает как-то потихоньку решаться, и надо время, надо расширить дороги и все сделать, да. И люди жалуются. С одной стороны, вроде делают, да, с другой стороны, им неудобно ездить, пробки кругом, да. Но большинство людей это понимает и как-то переносит, понимая, что дальше будет лучше, да. И таким же образом связано с состоянием жилого фонда. Ой, это такие проблемы большие, ЖКХ вот связаны. Как много жалуются людей к проблемам. Во-первых, ЖКХ, оно тоже раньше было при заводах, да. Вот. Вот, все это было, у нас, ну, свое целый цех был громадный, да, в котором, значит, были и ремонтники, и, значит, строители, и те, кто канализацией занимаются, и те, кто занимаются содержанием жилья, и в подъездах, и там тысячи вопросов всяких, да. Вот. Когда это порушили, передали все это властям, а у них базы-то никакой нет. Да, материально-технической. Да, базу ликвидировали, быстро отказаться от всего очень просто. Это я вот сейчас убедился, как легко бросить то, что делали. Годами создавалось, ну, скажем, подсобное хозяйство. Мы начали с нуля и вывели, что потом нам колхозники и совхозники стали завидовать, какие у нас урожаи, и какие надои, и все это. А потом вдруг оказалось, что это заводу не нужно, что это дело не наше, да. И люди, которые были отданы, они это все быстро погубили. До сегодняшнего дня стоят коровники пустые, или разбирают там их, или свинарники, и так далее. Так и в этом деле, понимаете, отдали властям. Сейчас они уже немножко стали на ноги, да. И вот это чувствуется. И люди во дворах, и везде, как собирают, но это не повсеместно. Есть места, где пока не доходят. Для этого и намечается вот это новое приближение власти к народу, да. Чтобы чистенность была больше, чтобы могли ее охватить, да. Чтобы была, ну, сознательность выше, чтобы более талантливые люди организаторами были, руководителями были по этим хозяйствам. И понимали в этом деле, в этом ЖКХ, да. А не так, как ЖКХ опять организуется для того, чтобы деньги в карман ложить. Не для того, чтобы ремонты делать. И люди это видят, и опять расстройство, опять недоверие. Деньги-то платят все, а получают что? А получается, куда они деваются, эти деньги. Поэтому, конечно, надо всем органам, которые есть, честно следить за этим делом, да. Я имею в виду и властям, и милиции, и прокуратуре, чтобы не разбазаривали. И вот этим новым депутатам, которые будут, да, они будут знать, знать, сколько денег, и что они делают, да, и сколько это стоит, и не зря ли это расходуется. А если зря, то тогда систему ЖКХ надо улучшать. Какая она окончательно вырисуется? Она должна быть при власти, и должна быть настоящей системой, работающей на население. Понимаете, если они будут работать на свой карман, это никуда не годно. И тогда еще будет больше стариться. Жилья очень много, да, много старого, но в нем живут люди, и надо его и ремонтировать, и содержать. И вид, чтобы внешний вот был, как сейчас показали, что вот у них дом ожил. Раньше он показал, что его надо сносить. А на самом деле в нем еще жить, да жить можно много лет. Максим Борисович, не могу вас не спросить, как вы ощущаете сегодня обстановку, которая складывается в стране и в мире? Потому что вот есть беспокойство у людей. Вот смотрим мы новости, что там у наших соседей происходит вообще в мире. Вот вы как человек с большим опытом политическим, международным, сколько вы сотрудничали с разными странами. Вот ваши ощущения какие? Что у нас сегодня происходит? Ну, у меня тоже болезненные, да. Болезненные, потому что, во-первых, я... Вот что такое наш завод? Все оборудование, которое в основном у нас на заводе, да, прокатные станы, пресса громадные. В мире нет такого оборудования сегодня, которое у нас на заводе есть. А кто его поставил? Поставила Украина, Краматорск. Краматорск, который сегодня, вчера бомбят, и там трудности неимоверные люди испытывают. И я там с этими людьми, и в Харькове, и везде, там двигатели делали нам, встречался, мы с ними дружили. Я никогда не мог подумать даже, и они не могли подумать, что мы будем раздельны. А вот разделили, да, это не сделали ни Украина, ни Россия. Это сделала международная ситуация, которая, ну, с одной стороны, не хочет, чтобы Россия была могучей страной, как она стала после войны. Вот. И не хотят, что... И, вернее, завидуют тому, что в России есть и территории, и земля, и леса, и природные ресурсы, и такие природные ресурсы, которых в мире или нет, или очень мало, да. И они хотели бы все это в России разобрать, да. А мы, конечно, вынуждены просто стоять на своем, да. И вот особенно понятно, что нам нужно не разделяться сейчас, а объединяться. Объединяться. Вот это очень важное дело. Потому что иначе нас... Вот нас уже не раз подводили, да. Подводили трудностями, и мы вынуждены были выходить из них. Сегодня, я думаю, значит, наше государство, президент, наш губернатор, да и многие в губернии уже поправляют, там, руководителей таких, которые только на нашу страну, на ее защиту, на ее обороноспособность работают заводы и... Понятно. Вы как специалист, сейчас прерву, потому что времени немножко, по сельскому хозяйству скажите, пожалуйста, вот с импортозамещением по сельскому хозяйству мы справимся или нет? Вот как у вас ощущение? Как специалиста. Да. Справимся или нет? Почему проблемы-то у нас такие? Проблема в том, что у нас людей, которые занимаются сельским хозяйством, маловато, да, вот. И проблема в том, что они... Стоимость у нас там труда ихнего, да, очень низкая. И никто там особо не хочет... Они идут люди, организовывают частные, да, и смотрите, с какими трудностями они встречаются. Они день и ночь не спят, занимаются там коровами, там, свиньями и всем, да, а потом раз какой-то налог или что, и никакой прибыли у них нет, и трудностей очень много. Поэтому мы должны условия для развития сельского хозяйства... Государство и так помогает, и губернию нашей поддерживает, но надо еще больше. И тогда мы справимся, потому что у нас есть земля, есть люди, и, конечно, надо только трудиться и все. У нас, кстати, завод выпускал поливалки, вот, знаете, поливальные машины в свое время. Во всем мире, я вот бывал там, в Швейцарии, везде этим поливом занимаются очень здорово, да. У нас все погубили, у нас там где-то стоят, но и частники там есть, которые старые сохранили, а новые не выпускаются. Но вы все-таки оптимист, как вы сказали, вы надеетесь на то, что все-таки будет... Лучше эта реформа принесет свои позитивные изменения. Обязательно. Особенно в жизни вот людям, нашим горожанам. Спасибо огромное за то, что вы нам все прояснили. Да, давайте вперед, только вперед, и не сомневайтесь, надо верить, верить нашего губернатора, верить в идеи, которые государство проводит. Спасибо, и все на выборы. До свидания, до встречи. Да, все на выборы. Субтитры подогнал «Симон»!